Вести Карачаева, Черкесия Вчера в Государственной Думе страны составился ежегодный отчет правительства России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал об основных итогах прошлого года. Для нашего государства и Карачаев-Черкесии в частности 2022-й стал годом кардинальных перемен, серьезных вызовов и возможностей. И все эти возможности мы использовали с максимальной результативностью, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. По его словам, несмотря на непростую геополитическую ситуацию и мощнейшее давление на экономику России, наша страна стала только сильнее и закаленней. Серьезных успехов удалось достичь в развитии промышленности и сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности, образования и здравоохранения. Расширен пакет социальной поддержки населения. Колоссальные результаты продемонстрировала Россия в жилищном строительстве. Карачаев-Черкесия внесла свой вклад в достижение поставленных задач и целей в реализации нацпроектов, нацеленных на повышение уровня жизни наших граждан. Так, в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 127 объектов. Работы запланированы и на этот год. Предстоит отремонтировать и реконструировать 202 социально значимых объекта. Руководитель республики отметил, что строительный сектор как в целом по стране, так и у нас бил рекорды. Карачаев-Черкесия на четвертой позиции в рейтинге регионов-лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. Несмотря на сложности, обеспечено досрочное завершение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий и ремонту дорог. Кроме того, в прошлом году в регионе в рамках реализации нацпроекта «Демография» был построен и открыт новый корпус пансионата для пожилых людей. Созданный и центр для выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник». Вместе с тем, по программе «Земский учитель» в республике 22 учителя стали победителями программы по получению единовременной выплаты в размере миллионов рублей, а также региональной выплаты в размере 100 тысяч. В рамках реализации национального проекта здравоохранения приобретено 6 единиц автомобильного транспорта. В медицинские учреждения республики поставлено 89 единиц медоборудования. При этом 34 единицы оборудования были приобретены дополнительно в связи с образовавшейся экономией денежных средств. В общей сложности в прошлом году Карачао-Черкесия участвовала в реализации 45 оригинальных проектов в рамках 12 приоритетных национальных проектов. Это демография, экология, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные качественные автомобильные дороги и другие. Еще один весомый вклад внесла наша республика в укрепление продовольственной безопасности страны как минимум по двум направлениям. Во-первых, запущено крупнейшее в стране производство по переработке баранины с высокой мощностью переработки до 1 тысячи тонн готовой продукции в месяц. Во-вторых, лишь за минувший год на территории республики заложено 101 гектар яблоневых садов. А к 2030 году власти Карачао-Черкесии планируют увеличить площадь теплодовых насаждений до 2000 гектаров. 14 апреля текущего года службой занятости населения и оригинальным отделением партии «Единая Россия» планируется проведение первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». К участию приглашаются предприятия, испытывающие кадровую потребность в IT-отрасли, строительстве и сельском хозяйстве. В ярмарке примут участие промышленные перерабатывающие предприятия, а также образовательные организации высшего и среднего специального образования, которое готовит специалистов по наиболее востребованным в республике профессиям. Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также консультации по профессиональной ориентации и профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Всероссийская ярмарка «Трудоустройство. Работа России. Время возможностей» будет проходить в два этапа. Оригинальный этап состоится 14 апреля, а федеральный – в июне текущего года. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карача-Чекеси» службой занятости населения реализуются мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан». В частности, в рамках данного мероприятия безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, служба занятости оказывает единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году финансовую помощь получили 24 безработных гражданина, в том числе 18 людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой поддержке они организовали собственное дело в сфере разведения крупного рогатого скота, открытое ателье по ремонту одежды, производство по изготовлению кондитерских и металлических изделий, по пошиву шапок, а также созданию частного барбершоп-кабинета и т.д. В текущем году также планируется оказать поддержку 24 безработным жителям региона. Жители Карачао-Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. О правилах кибербезопасности напомнила начальник отдела отделения Банка России по Карачао-Черкесии Ольга Щекланова. Если гражданин получил предложение о работе с требованием оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит отвечать на такие сообщения и тем более передавать незнакомым людям персональную информацию. Данные карты ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» можно найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения. Наряду с капитальным ремонтом здания будет благоустроена и территория, прилегающая к музыкальной школе Черкеска над Аватаром. Мэр города проинспектировал с коллегами ход работ на объекте, ремонт которого должен завершиться уже в следующем месяце. Здесь обновили все кабинеты, актовый зал, санузлы, заменили старые полы и двери, систему отопления и электропроводку и старую мягкую кровлю на современную мембрану. Покрасили также фасад здания, капремонт которого не проводился с 1974 года. Сейчас полным ходом идут отделочные работы. На прилегающей территории будет обустроен тротуар с асфальтовым покрытием. Установят четыре столба уличного освещения со светодиодными лампами, отремонтируют и расширят автодорогу. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачао-Черкес и какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? На эти вопросы ответит начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Отгрузки свежих овощей и зерна из Карачао-Черкесии в регионы значительно выросли с начала этого года. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзором. Рассказывает старший государственный инспектор управления Зинаида Исаева. С начала года в Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора на территории Карачао-Черкесии проконтролирован вывоз 24 тысяч тонн растеневодческой продукции. Из этого объема около 17 тысяч тонн зерно. Оно отгружается преимущественно в порты Астраханской области, Краснодарского края и Республики Дагестан. Круглогодично из республики идет отгрузка свежих овощей в регионы страны. С начала года уже отгружено более 2000 тонн свежих овощей. Отметим, что вывоз подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно вырос. Например, отгрузки зерновых культур выросли на 246%, а свежих овощей на 33%. Завершено строительство новой мечети в ауле Ирсакона Дагихабльского района. Торжественное открытие объекта состоялось вчера, в первый день Рамадана. Жители аула поздравил председатель правительства Карачачи Кейси Мурат Аргунов. Он выразил уверенность в том, что мечеть станет для жителей Ирсакона и всего района важнейшим духовным центром, источником просвещения, будет внести знания и духовность, а также внесет свой вклад в укрепление единства народа в республике. Новая мечеть рассчитана на 350 прихожан, площадь здания около 520 квадратных метров. Строительство объекта осуществлялось совместными усилиями неравнодушных жителей региона. По требованию прокуратуры Урупского района перед субъектами предпринимательства погашены долги по исполненным контрактам на сумму свыше 1 млн 600 тыс. рублей, комментирует старший помощник прокурора Карачачи Кейси по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Прокуратура Урупского района провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты исполненных контрактных обязательств. Установлено, что в июне и в декабре 2020 года Урупская центральная больница заключила муниципальные контракты с юридическими лицами на поставку медицинских препаратов. Хозяйствующими субъектами обязательства по поставке были выполнены, однако заказчикам оплата за поставленные товары своевременно не была произведена. Данные обстоятельства послужили основанием для внесения прокуратурой Урупского района представления. Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по контрактам перед предпринимателями погашена в полном объеме. За два месяца текущего года специалисты филиала Россети Северно-Кавказ, Карачао-Черкеск Энерго выявили около 50 фактов безучетного потребления электроэнергии почти на 372 тысячи киловатт-часов. Тему продолжит Надежда Алакаева, главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ. Этого объема энергоресурса хватило бы для электроснабжения в течение 10 дней всего населения Урупского района, где проживают около 25 тысяч человек. В денежном выражении ущерб составил более 1 миллиона рублей. Наибольшее количество фактов воровства электроэнергии обнаружено в зоне ответственности Зеленчукских райэлектросетей, где специалисты пресекли 17 случаев несанкционированного потребления энергоресурсом. А самый большой урон на сумму свыше 530 тысяч рублей энергокомпании нанесли 3 недобросовестных потребителя в Узжгутинском районе. По каждому факту энергетики составили акты о неучтенном потреблении. Сумма ущерба при этом у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы, у физических с применением нормативного показателя потребления электроэнергии. В итоге сумма к оплате может увеличиться в десятки, а то и сотни раз. Недобросовестные потребители электроэнергии должны осознавать, что несанкционированное подключение к сетям грозит им не только увеличением суммы оплаты, но и представляет серьезную угрозу жизни, здоровью и имуществу из-за возможных скачков напряжения в сетях, коротких замыканий и возгораний. Энергетики призывают потребителей соблюдать правила энергопотребления и электробезопасности. И экономить электроэнергию только законными способами. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. По заказу Фукул Пордор Кавказ обновят 9 участков автодорог, 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024 – на 37. На автодороге А-155, ведущей к курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Ченгирик. Из них 10 километров введут в этом году. 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут 5-дневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности у министра по делам молодежи республики Ибрагима Татаркулова. Хотелось бы начать с того, что Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии разработало программу комплексного развития молодежной политики на 2023 год. Со своей стороны всемирную поддержку в реализации данных инициатив оказывает глава Карачаево-Черкесской республики. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности по-прежнему звучат на национальных языках Карачаево-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачаево-Черкесия». Рассказывает заведующий сектором отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачаево-Черкесия». В пяти учебных заведениях Карачаево-Черкесии, на базе которых действуют школьные лесничества, прошли мероприятия Всероссийской просветительской акции «Ученые в школы», организованной Российским обществом знания. В мероприятии приняли участие порядка ста юных лесников, это учащиеся 5-11 классов. Занятия провели преподаватели профильной кафедры лесное дело Северокавказской государственной академии. Популяризаторы науки рассказали, чем занимаются современные российские исследователи в сфере лесного отдела экологии и как можно присоединиться к этой работе. Участниками проекта «Билеты в будущее», в ходе реализации которого учащиеся 6-11 классов выбирают профессию, станут около 6 тысяч школьников, что вдвое превышает показатели прошлого года. В 2022 году было проведено 173 профориентационных уроков, школьники прошли более 3600 онлайн-диагностик. В общей сложности около 3000 учащихся приняли участие в профориентационных уроках, более 1900 учащихся 6-11 классов прошли профессиональные пробы и получили рекомендации по выбору профессии. Продолжение следует... Возраст участников детской группы 10-17 лет. На следующий день состоятся выступления взрослых коллективов. Ну и в заключение выпуска новости спорта. В Черкесске прошел чемпионат по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. По итогам соревнований победителем стала команда Хабецкого районного отдела. В финале ей уступили спортсмены ОМВД республиканской столицы, заняв второе место, но и замкнули тройку лидеров футболисты межмуниципального отдела Адыге-Хабульски. 25 марта в Дворце спорта «Юбилейный Черкесск» стартует первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы Северокавказского федерального округа, которые поспорят за путевки на юношеское первенство России 2023 в Уфе. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов со знаком «плюс». А в горах местами плюс 2,7 и сохраняется лавяна опасность. В Черкесске небольшой дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск в Равиларии Тонирова. Редактор субтитров А.Семкин и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.